Поберегу силы на покорение Нью-Йорка. Вот так, вот так вот. 30 лет я мечтала, и вот сейчас моя мечта сбудется. Давайте все скрестим пальцы. Мои белые кеды гуляют по Нью-Йорку. Трудно найти человека счастливее, чем я сейчас. Всем привет, ребят. Ой, короче говоря, два предыдущего дня я сидела и просто 24 на 7 искала и смотрела квартиру. Квартиры в Нью-Йорке. В общем, история отдельная. Она очень отличается от Лос-Анджелеса. Как, что искать, какая там система, какие нюансы именно вот этого города. Поэтому, если кому надо, напишите, и я запишу отдельное видео про поиск квартиры в Лос-Анджелесе и про поиск квартиры в Нью-Йорке. На что надо обращать внимание, потому что я сама это все искала, когда... Я, честно, не натыкалась, я не находила какое-то внятное видео про поиск квартиры. Именно, что надо по документам, какие нюансы. Я что-то чисто случайно договорилась. Завтра у меня первые два просмотра квартиры. И я очень сильно волнуюсь, потому что я что-то не собиралась так быстро в Нью-Йорк ехать. Даже квартиры на просмотры не собиралась. Но что-то так получилось, и я не стала отказываться. И, честно говоря, для меня Нью-Йорк это, знаете, какое-то свидание такое, которое всю жизнь ты ждал. И вот оно, короче, произойдет. Все, нет времени на раскачку. Надо этот пластырь сорвать и на это свидание съездить. Миллион раз я представляла в своей голове этот момент, как я впервые увижу Нью-Йорк. Но всегда это было из-за иллюминатора самолета. Но никак не на машине, по плавным дорогам. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, мне с жильем в Америке везет. И надеюсь, что и в этот раз тоже повезет. Так лень что-то долго искать. Вот если попадется там вот первый такой нормальный какой-то вариант, куда меня готовы будут заселить, я, наверное, на него соглашусь. Потому что у меня нет сил, честно говоря, чтобы пендриваться, искать что-то лучшее. Поберегу силы на покорение Нью-Йорка. Ну что, друзья, решено было сегодня поехать в Нью-Йорк. Котик как будто бы вообще заядлый путешественник. Вот она сама подготовилась, сама села, сидит, в окошко смотрит. Ой, боже, а я что-то места себе не нахожу. Ну да ладно. Ну да ладно. Давайте, что, следующие кадры из Нью-Йорка. Боже, вот прикиньте, 30 лет я мечтала. И вот сейчас моя мечта сбудется. Все, я вчера вечером поздно уже добралась до своего пункта назначения. Короче говоря, это Бруклин. Я живу у ребят, которые тоже с юга, они из Краснодара, я из Ростова. Сегодня мне надо скоро уже сейчас выезжать, собираться выезжать, смотреть эти квартиры. И, пожалуйста, давайте все скрестим пальцы, чтобы все получилось. Потому что там нормальный вариант, без риелторской комиссии, нормальный по стоимости, нормальный по району. Я просто мечтаю, чтобы все получилось, чтобы я вообще больше потом не парилась и ничего больше не искала, потому что я не хочу. У меня нет сил, ни энергии, это все дело. Это просто скажи, что ты в Бруклине, не говоря, что ты в Бруклине. Смотрите. Это сушатся адидасы на веревочке. А вот там, видите, тут целый гардероб сушатся тоже на веревочке. И буду сегодня показывать вам Нью-Йорк. И себе в том числе. Я 30 лет этого ждала момента. И вот он настал. Вот так выглядит мое временное место жительства пока что здесь. Вот. И все, сейчас, наконец-то, собираемся и выходим. И выходим. И прикиньте, прикиньте, у меня сегодня осуществится мечта. А котик у нас вот здесь. Да, Зойка. Привет. Привет. Угадайте, где я. Ой. Но, честно говоря, у меня ощущение, что я миллион раз здесь была. Типа и приехала. Ну да. Ну окей. Я готовилась ко всему. Я думала, я буду плакать. Я расчувствуюсь или типа того. Но что-то нет. Я не могу даже слезинку из себя выдавить. Нечего мне больше вам сказать. Просто смотрите на счастливого человека, у которого только что исполнилась мечта. Ну что, мы в эпицентре Нью-Йорка. Трудно найти человека счастливее, чем я сейчас. Но я себя, честно, я себя чувствую просто потрясающе. Очень спокойно, очень здорово. Я на своем месте абсолютно. И мне уже не терпится сюда переехать. Я уже не могу. Кстати, насчет квартир. Вы представляете? Обе квартиры оказались закрытые. Риелтор приехал. И ни одну мне не смог показать. Но мне, честно говоря, так похрену, потому что я в Нью-Йорке. И моя мечта осуществилась. Ааааа. Мы сейчас идем с фейерверков через Дня независимости И какое-то мы смотрели, было какое-то место, в принципе не очень, но с видом на Empire State И я что-то в тот момент, я прям расплакалась Я так расчувствовалась Нью-Йорк, это Нью-Йорк Расчувствовалась, не потому что это самый красивый салют в моей жизни Но он самый красивый, почему? Потому что он с видом на Манхэттен И я просто смотрела на это все безумие, и я просто разревелась Потому что я не верила, что я здесь Мне сейчас так не хочется уезжать куда-то Хочу снять быстрее квартиру, и все Это мой город Какое-то у меня просто внутреннее знание, что это мой город, и все Я просто в этом уверена Я все прослала Я еду выбирать квартиры на Манхэтте Но я волнуюсь, честно говоря Я такая, короче, нарядилась Old money style И в своем полуразбитом приусе С коробками поеду Обложка И Бэкграунд Ой, ребята, ладно Давайте скрестим пальчики Естественно, все засниму, все покажу, что за квартиры И первые квартиры в Даунтауне Что хочу сказать Движение, как в Калифорнии и здесь Это просто небо и земля Вы думаете, тут кто-то переходит по светофорам? Нет Как все ездят Всех подрезают Туда что-то вклиниваются Вот это все сигналят Я шла, просто переходила по пешеходному дорогу Он был нерегулируемый И мне начали сигналить Типа, что идешь? Ну, короче Вот, то ли дело у нас в Калифорнии Когда ты просто встал в одну полосу И едешь себе И все Тут абсолютно другое движение Да и похеру Да и похеру мне вообще на самом деле Потому что что? А потому что Мои белые кеды гуляют по Нью-Йорку Я смотрела в районе Даунтаун Студия Примерно в ценовой политике До 3-х 400 И в целом есть такие Но они все такие маленькие Такие прям вообще без света Без всего Но плюс в том, что вот такие вот большие билдинги Какие-то новые Вот эти крупные Они более лояльны К арендаторам Нежели вот какие-то другие маленькие Где будет подешевле квартира Но она типа как от собственника В общем Ну мне как риэлтор объяснила И поэтому В больших билдингах они более лояльны И плюс вообще никакую коммуналку не надо платить Кроме интернета и электричества И все Все остальное Они сами платят Ничего тебе не надо делать Ну и плюс там все вот эти спортзалы Лифт Там стиралка с сушилкой Потому что тут не везде даже стиралка с сушилкой В билдинге есть Это надо куда-то ходить Ну в общем такая история Я потом посмотрела Еще последнюю квартиру И там прям Ну это три окна Одно огромное окно в ванной Там терраса Балкончик У тебя свой На 26 этаже И по цене Она дешевле даже Чем остальные Я смотрела И поэтому Я прям вообще В нее влюбилась Там очень прикольно И я думаю Что я буду на нее Подавать заявление В общем-то Я заехала на парковку И тут прям Парковщики Говорят Оставляй машину Мы запаркуем Потом привезем тебе Не буду говорить Сколько стоит Ладно Знаете Сколько стоит Ну я могла тут стоять До 10 часов Ну в смысле По продолжительности 10 часов Я могла стоять И это обошлось 50 долларов 50 долларов Если бы я стояла меньше Типа там Один час Два часа И все А больше трех часов Уже одна цена Хоть целый день Стой Вот Ну все же делать Господи А вы что хотели Когда в Нью-Йорк Переезжали Да Поэтому я не жалуюсь Так Ну все Это уже другой район Вот такой дом Это уже район Нижний Иссайт Но что-то тут Прям вообще Короче Как-то так Немножечко Даже стремно Мне район Вообще не нравится И здесь квартира Представляете На 100 долларов Столько дороже Чем вот это С балкончиком Просто шок Видите Вот эти вот здания Это так называемые Блоки Или проджекты И это Дома такие Которые строят Для Бедных людей И то ли они там Бесплатно живут Ну что-то такое То есть И вот этот билдинг Он прям рядом С этими проджектами То есть Ну такое Ну такое Ну тут плюс Что это уже Прям лизинг офис Этого билдинга У них никаких Нет ни брокер Фи Ничего такого Вся эта история С гаранторами Все то же самое Но получается Здесь не надо Платить брокер Фи Но квартирка Ну вы видели Он такой Не нравится Мне тут Я себя не чувствую Здесь Как В Нью-Йорке На Манхэттене Я себя здесь Так вообще Не ощущаю Ну вон Видите что Да Вот такие эти Граффити Всякие Ну блин Что-то не очень У меня Ну что Ребят Третий день Поиска квартиры У меня В общем Снять Именно снять Не сложно Найти что-то Сложно В Лос-Анджелесе Для меня лично Было наоборот Найти что-то Вообще не проблема Там полным-полно Нормальных билдингов И так далее Вот А вот по документам Что-то снять Что-то вот это все И там был очень замороченный Ты подаешь заявку Потом ждешь Неделю Если тебе отказали Там что-то это А тут просто Все быстро Моментально Еще ты можешь С вечера договариваться Завтра на просмотр А потом с утра Выясняется Что уже все Уже эту арендовали Квартиру И поэтому Тут надо действовать Просто если увидел Сразу берешь Вот так вот Не раздумывая Не ища что-то другое Потому что Будешь искать Что-то другое Про те варианты Можешь забыть Если у тебя есть деньги Ты снимешь все Что угодно легко То есть Город Где все решается Деньгами Как мы привыкли Помните Вот эту квартиру Которая была С балкончиком В общем там Риэлтор оказался Вообще Он мне Когда я посмотрела Вот эту квартиру С балкончиком Он мне говорит Ну а она была такая Ну очень выше моего Ну не очень Но все равно Выше моего бюджета И я думала И что-то короче Сомневалась И он мне позвонил И сказал Что есть точно такая же Вот прям вот Один в один Вот прям вообще Полностью Полностью Такая же Только на этаж ниже И она будет дешевле На 150 долларов Я говорю Окей Супер И значит Я ее не смотрела Но подала уже на нее В итоге я заявку И потом выясняется Что она без балкончика Я ему звоню Спрашиваю А как так Она без балкона А он говорит Ну да На каждом этаже Свой план Типа Ну как Флор План он называется Ну типа План пола То есть все разное На каждом этаже Разный план И в общем А эту с балкончиком Уже сняли А вот эту На которую Которая без балкончика Такая же Тоже в итоге Ее тоже сняли Как оказалось В общем просто Моментально И это было меньше Чем за сутки Сегодня я сейчас Иду смотреть Квартиру В принципе райончик Мне нравится Это район Йорквелл Это верхний Истсайд Ближе к Гарлему Нью-Йорк уже С первых дней Мне говорит Что подумал Сделал Пришла идея Сразу делай Надо тут быстро Быстро времени На раскачку Нет Ты должен все делать Вот увидел Взял Купил Сделал Вот пошел Куда Ну то есть Вот все И я так настроена Сегодня сделать Потому что Мне уже достало Ездить Платить за парковки По 50 долларов Поэтому я настроена Прям сегодня Конкретно Что-то снять И буду действовать Агрессивно Вот Вожу я уже Агрессивно По местным меркам Вот так Вот так Точнее по меркам Лос-Анджелеса Где ты вообще На расслабой Не едешь Да Ну Нью-Йорк Конечно Нью-Йорк Агрессивно Субтитры сделал DimaTorzok В общем Короче Все Меня отдал Огромный кусок Нью-Йоркской пиццы Я сижу В каком-то Политилене В таком вот Летнике Который По всему городу Короче Я подала заявку На вот ту квартиру Которую я думала Прикиньте На удивление Мне сказали А подождите Понедельника Мы вам Сейчас выходные Мы вам ответим Только в понедельник Я думаю Ну вот Блин Это мы в Лос-Анджелесе Понеделье ждали Ответы на заявку А тут вот Ну тоже надо Ну поэтому Короче И поэтому У меня выходные Сорри Я просто сейчас Слюной Захлебнусь Уже Выходные Будут выходные Я больше Никакие квартиры Не буду искать Пока что Смотреть Подожду Вот этот вот Ответ Все Чирс Но на самом деле Ничего страшного Я просто Не включила Поворотник Когда там Что-то Перестраивалось Не знаю Что в итоге Он мне скажет Будет Штраф Это или что Я не знаю Ну просто Он мне объяснил У меня все Калифорнийское И я прикинула Что тебе Я вообще не знаю Тут что-то первый раз Вообще Чего куда Он что-то Взял мои документы Ушел Посмотрим Так Давайте разбираться Что он мне тут Надавал Короче Я вспомнила Что у них Такая есть история Что когда тебе Выписывают Штраф Ну или короче Когда тебя полиция Останавливает Там что-то Тебе начисляются баллы Там один балл Два Потом три И вот допустим Если третий Или четвертый раз То потом Какое-то там Лишение прав Или судебное Какое-то заседание В общем Что-то такая вот история То есть у них тут Типа получаешь Штраф Балл какой-то Вот В общем Он мне значит Говорит Что тебе никаких баллов Ничего вот этого Он говорит Никак это не отразится На твоей Вот этой вот Ну Почему-то он сказал Вот этой Плейт Ну короче Номер Машины Никак это не отразится Ничего такого Все типа Окей-окей Дал мне две бумажки Что у меня Не горел Левый Стоп-сигнал И что я Перестроилась Без поворотника Но в чем вообще Была суть Я еду На вот этих Платных дорогах Там Ну короче Большая вот эта вот Вывеска И куча Секций С этими платными дорогами Стрелочками Где открыто Где закрыто Крестик Ну поняли Да вот эта история И там некоторые Есть какой-то Ну просто Проезжаешь И у тебя там Откуда-то там Списывается оплата А есть типа За кэш И вот эти вот Где кэш Там написано Кэш Онли То есть Только кэш Ну и вот А там такая широкая дорога И без полос То есть ты не понимаешь В какой ты едешь Я даже вот издалека Там еще поворот такой Я даже не понимаю Я еду под зеленую стрелочку Или под красную Короче Только в последний момент Уже понимаю Что я еду Где кэш Онли А у меня Кэш У меня нету И я такая Чик Перестраиваюсь На вот туда Где можно просто проехать И потом как-то Ну короче Потом уже разобраться Ну и вот Я видимо Что-то перестроилась Без поворотника Что для меня странно Потому что я везде Даже где надо Не надо Всегда поворотники Включаю Но тут Ну как бы Блин Закон подлости Когда-то вот Я всегда использую поворотники Единственный раз Не использовал Тебя остановили Ну да ладно Вот И все И короче Он мне значит Вы Ну и короче И я значит Еду дальше Проехала Еду И смотрю Вот это Сзади меня Полиция Он Пу-пу Вот этот свой сигнал Это как Господи Что случилось Ну тоже там Остановилась Ну чел нормальный Как бы Что-то мне там Порасспрашивал Вот И значит Выписал мне два Вот так это как-то Выглядит Две вот таких Это ну типа Предупреждение В плане того Что он меня предупреждает Что смотри У тебя не работает Типа стоп-сигнал Почини Это не штраф Это просто Что почини стоп-сигнал И что-то еще Что тут типа Что А Или всегда Включай А Это значит Что Не меняй Ну короче Типа полосу Там где не надо И что Включай поворотник Вот То есть просто типа Ну предупредил меня Чтоб я была аккуратна То есть это не штрафы Это не пени Это никакие вот эти Не баллы Их Ничего такого Вот Но У меня есть и штраф А вот это вообще Самый прикол Потому что штраф Знаете за что За то Что У меня не работает Вот этот стоп-сигнал Левый Лампочка погасла И вот за это Короче штраф А узнал он об этом Когда этот полицейский Когда я перед ним тормозила Вот Ну короче говоря Но тоже штраф Он говорит Он тоже Это никакой Не в суд Тебя никто не поведет Я господи Думаю За что еще в суд В общем говорит Никакого суда Это тоже Никакого вот этих вот Баллов Ничего такого И поэтому Штраф 82 доллара А так бы Говорит Был 200 там с хером Этот штраф Вот Поэтому короче Вот 82 доллара И причем И он говорит Что вот это то Что видишь Кэш-онли Там можно просто проезжать Если у тебя нет Кэш То ты бы просто проехала И нормально бы поехала Вот А я из-за того Что блин Кэш-онли Тогда напишите Просто кэш Зачем писать Только кэш И я из-за того Что блин У меня нет кэш Я перестроюсь Что-то начала Вот это вот мутить Какую-то историю И все И поэтому В общем Вот Ну я как бы Это я не расстраиваюсь Ну Типа блин Есть и есть Как бы Окей Что ж теперь Все давайте Я спать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok